Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Мы со Светой накупили семечек и идем к белочкам, потому что белочки к нам не идут. К нам что-то не приходят. Когда Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду. Когда к тебе не приходят белки, иди к белкам. Но мы не идем, а мы сейчас поедем. У нас район есть отдаленный от северного, студенческий городок называется, да? Мы в студенческий городок, или даже в Академгородок поедем, там еще лучше. Там ручные белочки. Вот, мы набрали семечек, наверное, килограмм-полтора взяли. Да, полтора килограмма купили. Все, поедем кормить. Все, идем к белкам, а вы вместе с нами. Кому не приходят белочки, пойдемте вместе с нами к белкам. Ну вот, вы посмотрите, вы где? Вы где? Мы пришли. Ты сейчас, наверное, что показываешь? Я не знаю, что я показываю, но понимаешь, что она как-то сильно... Наверное, так вот, чтобы Сосновый Бор была видна. Давай. Мы приехали в Академгородок. Остановка называется... Как? Институт. Институт. Остановка называется Институт. И вот мы уже в Сосновый Бор зашли. А белочки попрятались. А белочки? Они запугались. А пойдем вон тут по тропедочке. Целый пакет семечек у нас. Целый пакет. А белок нет. Может, у них тихий час в это время. Долго мы ехали? А, Свет, ну сколько ехали? Ты помнишь, Ваш Курас? Я говорила, что мы примерно будем полвторого. Сейчас без десяти два. Ну, где-то мы без... Да. Ну, где-то ехали. Сосновый Бор зашли. Полтора часа где-то ехали из Северного сюда. Ни одной белочки пока не видно. Людей много ходит. И они, наверное, приедем. Если белок не найдем, приедем домой. Семечек пожарим. Да и будем лукать. Как две белки. Вот сейчас мы с новой селфи-палкой. Не знаю, что там видно. Может быть, на внук посильнее нам надо фотоаппарат. Ну, может быть. А то как-то, наверное, Дарь снимает. Людей снимает, а нас не видно. Ну, может быть, и мы попадаем тоже. Может, и в наши шапки попадают. Так. Что надо людям-то рассказать? Ты сейчас, Лен, возьми, посмотри, как там. Посмотрите, какая красота вверху. Посмотрите, как в макушке качаются деревья. Ну, все, идем гулять. Везде кормушки на деревьях висят. И коробки, и какие-то вырезанные бутылки. И домики висят. То есть тут подкармливают их. В автобусе пока ехали, так пригрелись. Сейчас вышли и... Холодновато, да? Да, свежо. Холодновато. Я продрогла. Сейчас погоню тебя, чтобы жарко было. Надо побыстрее просто прогуляться. Не, ну как белок-то нет? Такого же не нужно. Люди приехали вот из Северного. Еще бабушка с внуком приехали тоже белок кормить. Орехов привезли. А белок всех поубивали на воротники. Ну, воздух какой здесь чистый. Это что-то. Да, хоть надышимся, знаешь. Белок не встретим, да хоть прогуляемся. Так бы сидели дома. Два килограмма семечек привезли. Или полтора. И ни одной белочки еще не встретили. Да, по белке не знаю. Хоть бы суслики какие. Оказались. Хоть бы, знаешь, синички. Тут даже птиц-то нет. Ну. Куда? Куда все разлетели? Ну, может, они действительно куда-то вглубь леса. Здесь много людей ходит. Хотя им что боятся? На дерево залезли, да и сидят. Света, если сейчас, вот будем сейчас по тропиночке туда идти, прям до студенческого городка пойдем. Пешком. Пойдем. Если не найдем ни одной белки, то поедем в магазин Павлопосадских плотков. Согласна? Согласна. И потратим все деньги там. Куда еще мы можем сегодня поехать? Куда-то ведь я хотела. Ну, на лыжах мы уже, естественно, не поедем. А что на лыжах-то ехать? Белок нету. Что за на лыжах? Не, на лыжах не поедем сегодня. Просто погуляем по нашему городу. Палка тяжелая. У меня рука же не имеет. Ну, вообще. Рука, да, я что-то. Да. Палка тяжелая. Знаешь, когда ее вверх, тогда... А ты можешь не за саму ручку, а чуть дальше. Ну, может быть. Прямо устает рука. Вот так вот нормально. Вот так. Как зонтик. Вот так рука не устает. Тебе можно зонтик летом крепить. Вот так нормально. Рука вообще отдыхает. А вот так вообще аж в локте болит. Надо какую-то это сюда такую крепить. И на плечо. И все. Ну, правда рука устает. Давай знаешь как? Когда я в правой руке несу палку, ты иди справа. Когда я лево... Ты раз быстро перебегай, чтобы тебя видно-то было. Хорошо. Вон кормушечка. Да, сейчас кормушку покажу. Что-то. Тут, видимо, они же бывают. Вон. Сколько шишечек тут. А давай шишек насобираем на поделки. Смотри, сколько тут шишек. Они обледен. Да, они... Это хлеб. Светлая павел. Насыпем сюда семечек? Да. Вот сюда сейчас семечек насыпем в кормушку. Может и придут. А здесь им и арахис носят. И хлеб носят. И вот орешки. Тут чего только у них нет. Конечно, чего им нас встречать. Они наелись, да спят. А там крупа насыпанная какая-то. Но это тут, видимо, для птичек. Наверное. Вон сколько еды у них тут. На дереве нигде. Пойдем дальше. Может, звук, может, куда-то прячусь. Может, сегодня магнитные бури. Белок, наверное, замагнитила куда-то. Фонари тут такие. Вечером здесь освещение. Так, Свет, ты должна справа идти, пока у меня правая рука не устала. Хорошо. Можно туда пойти чуть-чуть в сторонку? Здесь центральные люди ходят, а мы пойдем. Входят, а мы идем тут с тобой, как это, замеряем чистоту воздуха, как бабушка мне сказала. Вы что, чистоту воздуха замеряете? Ага. Смотрят на нас, как на диких. Дикие люди смотрят на цивилизованных людей и думают, что мы дикие. Да. Ну, как красиво. Я сейчас вас покружу. Давай, кружи. Светик, уйди, чтобы я тебя палкой-то не долбанула. А то как покружу, покружу. Медленнее кружи. Чтобы голова у них не закружилась. Да, то глаза как начнут в разные стороны раздвигаться. Вот, посмотрите, куст, за мной куст до сих пор зеленый, не облетели листья. Вот, Светик, сейчас ей прямо по голове хуже не будет. Может, наоборот, поумнешь. Быстро, слишком ты как на карусели. А давайте вот так я вас покружу. Сейчас сама тынся и упаду в снег. Правда, у меня голова закружилась. Веди, Свет, меня под белые руки. Не выдумывай. Смотри, все кусты зеленые стоят, не облетели. Да? Где белочки-то? Ты вот так по дереву-то по стволу ударь, белки свалятся. Ты их корми быстрее. Откачай сначала, а потом корми. О, тут людей нет. И белок нет. Хоть никто над нами смотрит. Ну, синички уже где-то хоть посвистывают. А то вообще ни души, ни птичек, ни белок, ни сусликов на каких-то. Вон, увидела одну птаху. Ну, я их уже несколько купила. Сейчас мы их покормим хоть синичек. Может, шишек наберем до бусы и сделаем? Можно? У мамы вон там красок вся. Ой, смотри, вот синички. Давай, корми си. Ага. Птички-синички. Ты им насыпь, они сейчас слетятся махом. Они уже тут как тут. Хорошие. Я ведь тоже такая же жёлтенькая, как синичка. Я своя. Не бойтесь, не бойтесь, хорошие. Это видите, как снимаю я с палкой-то? Палку хоть убрать, видно палку. Во, давай. Что, не приходит? Давай дальше пройдём. Пусть они погрузут тогда. Ага. Что-то деревья трещат. Не медведь ли семечек захотел? Мы сейчас до студенческого-то пули долетим за минуту. Ой, а летом тут, наверное, такой запах хвою и вот всем, да? Да. Иди подальше, я тебя сниму. Надо будет нам потом ещё съездить в Роев Ручей. В Роев Ручей, да, надо будет. Это мы, знаешь, можем сделать. Да, мы можем и сегодня, Лен. Да, запросто. Поехали. А как же Павлово-Пасадские платки? А оттуда мы потом поедем. Оттуда? Да, там какой, 53-й автобус идёт, 50-й. А вдруг мы там все деньги проедим? Не проедим. Семечками тебя кормить буду. Поедем? Поедем. А отсюда какой идёт в Роев Ручей? Ну, мы можем с пересадками. Поехали на любом. Вообще ни одной белки не видел. Ну, приехали белок кормить. Ну, правда, их же тут просто стаи. Или как их там? Белки стаями или чем? Отарами. Или прайдами. Как они? Гурьбой. Стая белок, да. Где-то я читала и слышала. Стая белок. Значит, не только птицы стаями. Белки тоже бывают стаями. И волки стаями. Да, и волки стаями. Значит, и белки стаями. И мы с тобой стаей. Мы стадом. Мы стадом точно сюда. Так. Ну, мы же решили пешком. Так, это сейчас что, лес снимаешь, да? Да. Мы же решили пешком с тобой до студенческой идти. Вот так. Ой, какая березовая роща. Мы со светом под березами и воротами проходим. Да. Арка. Ой, как тут белым-бело, там было так темно. Из-за страны. Мрачно, да? Из-за страны. Из-за страны. Из-за страны. Лена, по-моему, не видно будет. Ты землю стеваешься. Нет. Тут такая красота. Лен, сними небо. Какое синее. Оля, ты пожалеешь. А вон там какая тропа. Вот представь, если гулять. А пойдем туда. На верхотуру. На верхотуру? Мне кажется, здесь как-то это, уютнее солнышко. Ну, пойдем. Пойдем. А нам все равно, куда идти. Вот люди на лыжах катаются. Можно и нам вот прям, ну, лыжи взять и пошел по березовому вот этому лесу. Тут у кого свои лыжи, так вообще прекрасно. Да. А кто здесь живет, Свет, не надо из северного ехать. Вот такие бабулечки тут. Вон лыжня какая хорошенькая. Смотри, какой прям березовый этот небо. Какое синее. Красота. Так что Красноярцы, добро пожаловать, чтобы выходить городок. Снег белоснежный. Да. Воздух чистый, снег белоснежный. Идете, гуляете. Энергии от деревьев заряжаетесь, от природы. Удовольствие получаете. Воздухом дышите. Чем дома-то сидеть в компьютере. Вставайте. У людей много гуляешь. Да, люди много. И просто взрослые. И пожилые. Я наслаждаюсь просто. Даже лень говорить. Просто иду и наслаждаюсь красотой. Свежим воздухом. Так что потом зрители будут смотреть. И здесь ветра так не чувствует. Да? Да. Мы с тобой вышли. Север нам на Новхилл такой был. Здесь очень пешеный. Хорошо. Но рядом живет вообще красота. Сейчас мы снова в сосновый борт заходим. Здесь же в этом районе нет никаких предприятий. Да, здесь чистый. Здесь вообще чистый район. Отдаленный чистый район. Поэтому снег какой-то чистый. Я вам хочу показать наш магазин товаров для шитья и рукоделия. Как оформлены витрины. Отсвечивает, наверное. Как тут все очень красиво. Посмотрите, какая блуза из льна. Да, пояс вышит бисером. Вот там для денег же кармашек у нее. И так аккуратненько все вышито бисером. Вот это вот для рукодельниц. Кто умеет бисером вышивать, это же вот такая интересная задумка. Вот такой... Ой, стоит ветер. А блуза какая? Льняная из льна кружева. Вот так вот расшито. Прямо такие дамочки из прошлого. Вот такие у них юбки. Вот сидит. Ну, красоточка сидит. В кружевной кофточке. Вот тоже красавица. Ой, дует, наверное, подлится. Вот, в летних платьях. Вот здесь что, мельница. Мешок с мукой. Откуда они брали вот эти вот все? Да, да, да. Откуда они брали все эти старинные вещи? Антикварные. Хочешь туда или хочешь туда? Да. Вот придет, сидит рукодельник. Тоже в льняной одежде вся. Ну, очень красиво. Интересно, оформили таких магазинов у нас сколько света? Два или три? Три, по-моему. Вот. И они все вот так вот оформлены в таком стиле. Расшиты. А сумочка вот какая тоже. Сколько вот лет ей этой сумочке? Где они ее оттопали? Кружево всякое. Так, Светик. А вот тут еще сумочка вот такая. Сейчас я... Сейчас я поехала. Да. Решили мы не ехать в ровных ручей. Холодно. Хирус сегодня такой. Ой, и тут кукольный рай. Ой, какие красивые куколки. Вот овечка. Двойняшки. Кукольные двойняшки. Вот на бусах кукол. Это какой у нее вот наряд. Тут и бусы, тут и кружево, и карманчики, и панталончики, и ботинчики. Здесь все продумано. Ой, это старые-старые игрушки. Вот это выставка антикварных игрушек. Сколько лет этим медведям? Вот ослик из Скайна. Молью почиканный. Дед Мороз. Вот такие деды. У нас, помню, тоже были в детстве вот такого вида из ваты. Дед Мороз и Снегурочка. Это я хорошо помню. Тут сидят куклы. Девочка. Сонечка. Потом кукольный театр. Это в украинских нарядах куклы. Тут прям огромные куклы. Где мы их насобирали? Маленький пупсик. Какой пупсик. Он уж совсем крошечный. О, да. Сидит в кресле. Тонкая. Орликин. Тамбэнбер. Маленький пупсик. Маленький пупсик. Тоже сделает куклы. Кожаные ботинки мои. Женщина с берестяным твойском. Крестьянка. Какая босая девушка. Вон какие лица у них. Прямо в снегу все стоит. Снег искрится. Ой, а это какая-то пупсик. В сандалиях. В колготках. Внутри листья. Орликин. Пьеро. Орликин. Ой. Орликин. Орликин. Девочка такая. Орликин. Печальный. с хлебом пулочница девушка такая пупсики маленькие лебедишки пулочница пулочница лепеста пулочник пулочник Продолжение следует... Продолжение следует... Мы направляемся во взлётку Плаза в магазин, где есть отдел Павлово-Посадских платков. Всё, пошли. Зелёненькие для нас пошли. Сейчас мы со Светой что-нибудь нароем мне. Они в прошлый раз с Олей с покупками ушли, а я как сиротка. Да. Поэтому сегодня мне что-нибудь выберем. Вот такой баннер висит огромный. Павлово-Посадские платки. Вот мы туда и направляем сюда. Смотри сюда. Так, идём в наш любимый отдел. Детская что-то. Сейчас она нас увидит, продавец испугается. Скажет опять эти ненормальные пришли. Вот это мне пальтишко нравится. Вот это вот мятного цвета. А? Нет, это похоже, но не как у меня. Вот это мятное, мятное. Вот это мне нравится пальто. Надо будет потом зайти посмотреть. А то у меня мятного-то ещё нет. Синие, чёрные, бежевые. Платье. Такое. Ой, женщина-мужчина. Да, мужеподобная. Наверное, манекен мужчины. Прямо плечи-то смотри, какие огромные. Ну вот реально это транс. Паниэржика. Ой, вот эта вот одежда мне нравится. Вот эта курточка мне нравится. Вот эта. Очень. Я бы юбочку сюда другую надела. А куртка очень даже интересная. Крутоцентр. Бывший Каваноклаб. Крутоцентр. Ой, там ещё третий этаж есть. А мы в прошлый раз не были. Мы не были. А что там у нас? На третьем. Еда поди. Какое-то платье. Ну, куда я вот это за стресс? Пёстрое платье с вышивкой. Так. И где же плитки? И где же, и где же? Хоть бы она была. Эта женщина. Она нарядная. Он был такой нарядный. Здравствуйте. От того подсолнуха хуже и нет. Вот он. А, вот он. Да. Вот мы сейчас попробуем его. Сейчас женщина освободится. Продавец она сама всё покажет. Под шутку. Под шутку это форма. Под шутку это форма шутка. Так. А вот это вот без кисти. Ну, что вы думаете? Вам зрители все привет передают. Если бы видели, вы это видео читали, комментарии. Это же вообще... Я не знала. Вы читали? Вы смотрели? Я вам сказала огромное спасибо. Ну, чтобы они, конечно, увидели и услышали нас. И вам, в том числе. И что вы нам это сделали. Декламу. А вы нашли это видео? Ну, я чую. Я обычный человек. Я же вам даже данные никакие не дала, по-моему. Ну, я... Вы просто нашли Павлопосадские плотки и всё. Только через день. Да. Меня попросили спросить, как вас зовут? Я написала, меня зовут Надежда. А где вы написали? Я почему не... Я в комментариях. А вот, видимо, не все проходят. Не было вашего комментария. Там прям этот отзыв прошел. Там же, когда пишешь, он запрошел. Да, надо будет просмотреть внимательно. Я не видела это, потому что несколько раз... Да вы что? Да. И спрашивают адрес, где находится. Читали, да? Угу. Чё с прической-то делаете? Да. Вот. Зимой шапка решает, какая у вас будет прическа. Да. Вышла из дома с хорошей прической. И что сейчас? Нет. Я пришла. Я вообще-то хочу это выйти. Вот тебе она с вами. Спокойный киракут. Да? Нет. Не мое. Нет. Прям как-то... Да. На сайте будет красиво. И все. И не мое. Сухорецкая Татьяна. Сколько стоит такой платок? И вот хорошо. 1260. На морозе не будет накаляться, а хорошо будет к телу. Да, даже женщины зимой покупают. Вот кому жарко. Ой, хлопковый, такой огромный. Да, это первый раз у нас вот такая новинка пришла. Его же можно как Парео использовать на пляж. Как вам удобно. Можно даже... И юбку. Ну, не знаю, как вам не жалко резать это все. Это вот так, творческий взгляд у нас. Просто вот женщины, кто не переносит шерсть, всем советую. И кто ходит в шубе с капюшоном и на машине ездит еще. Хороший вариант. Да. А цены какие? 1260. 1260. Из него можно... Вот кто шьет, можно и сарафан сшить, и платье. Смотрите, хочу шить. Лена, голубой это тоже твой цвет под глаза. Он тебе хорошо. Так. Так, это у нас 89 на 89. Вот, кстати, когда мы приходили, мы яшу видим. Очень красивый. Яшу. Ага, мы на сайте их, да, смотрели? Да, но на сайте вот этот крест мы обратили внимание. И расцветка синий-голубая тоже красивая. Но вот тот вот с голубеньким Лен лучше. Акова у нас пришла красная, красивая. Такая красивая, просто как в сказке. И плетеная у него кисти с оплеткой. Стоит 3650. Света спать не давала, как я хотела. Все. Дергай, как ты все. А это такой куполе наше купили? Да, 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 да. Да, ты хотела, потому что... Я, конечно, не знаю насчет других. Тебе хорошо-хорошо. Но вот что-то витрины у меня сегодня никакие. Почему? Ну, потому что в шкафах всего много. А-а. А когда люди приходят, хочется бы сейчас оставить. А другой дети за бумагу выписали. А мы, ну, выписали, потому что там очень как-то вот сложно. А когда так смотришь, вот это хочу, вот это хочу. И там коричневый смотришь, он вроде некрасиво смотрится. А здесь коричневый просто шикарный. Кумушка и хочет тоже. Этот Олин однозначно цвет. Вот прикинь, хорошо его на шее. Да, для Оли, для нас она прям такие расцветки носит. Он, кстати, и мне хорошо, спокойно. Я даже не ожидала. Вот, наверное, кумушку-то не смеялась. Вот, мне он нравится. Что-то я зелёный, помню, что-нибудь. Красивый. А для который из дорогих. Он очень вязать торгесики. Он очень вязкий. Он хорошо доперывается. Да. Я вокруг него ходила. Сто раз к нему возвращалась. Мне нравится тоже. Да. Красивый линцет. У меня есть зелень, но тут другая зелень. Да, и другая зелень сочетанием. Красивый линцет. Красивый. У меня ещё вежливая. Так, подсолнухи. А, вот подсолнухи. А, вот под черный, шелтый подсолнухи. А ещё синий под и синяя подсолнухи. Ну, вот кому синий не нравится. Вот, альберяты хорошо разбирали. Но он закончился. И вот, знаешь, производство два и три будет. Угу. Так, светит и вам домой. Такой маленький. Такой маленький. Просто вот на шее. Бескистей. 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 Вот, да. Вот, да. Вот, да. Шикарный платочек. Да. У нас китайская делегация приехала. Вот они очень купили. Очень понравились. Один и другой мы ещё возьмём. Ой, у нас тоже есть подсолнухи. Мы их возьмём. Ну, да, да, да. Да, ну, красиво, конечно. Красиво. Красиво. Рыжие закушки. Ну, не моё. Не твоё, Лен. Сам очень, да. Не для блондинок, но... Сам по себе платок красивый, но немножко не твоё. Да. Ну, ладно. По крайней мере, мы его... Не для блондинок. Ну, я думаю... Рыжие закушки. Я, как я так...